Возможен ли мир без границ? Он фактически таковым и является. Допустим, я ограничен поехать в Африку только боязнью того, что там происходит. Больше меня, в принципе, ничего не ограничивает. Единые законы, ну, практически мы в таком универсальном мире и живем. Нет вот стран... Почему? Понимаете, да? То есть это все... Значит, такие вещи, как международное право, хотя я не юрист, такие вещи, как стандарты мировые, в конце концов, люди пользуются технологическими какими-то гаджетами, вещами достаточно универсальными по всему миру. Вот нет такого, что, как стандарты говорят, нет такого, что там приезжаешь в какую-нибудь Астралью, а там треугольные телефоны, которые ты не можешь подсоединить, да? Ну, практически в этом и живем. Нас ограничивают только какие-то культурные и религиозные особенности. Вот фактически религиозные вещи и будут ограничивать мир, как это было в древности. А именно там будет основное поле конфликтов, к сожалению. Вот это то, что технология не сможет преодолеть. Наверное, будет чуть-чуть меньше войн, либо сами войны будут по-другому. Но ведь, согласитесь, Россия в 90-х, в начале 90-х, то, что стало с ней с падением Советского Союза, глобальное обнищание населения, это ли не покос людей, потому что люди без денег начинают умирать. Людей не обязательно убивать вот такими там ножами, штыками, топорами и так далее. Просто берется, ставится экономический уклад в какой-то стране немножко ниже там прожиточного минимума, и народ начинает умирать. Вот такой вот способ ведения войны. Я всегда ассоциировал отсутствие денег со смертью. Соответственно, к чему это приведет? Какие-то идеи о глобальном государстве или правительстве? Люди слишком, вот что не сделают возможным такие вещи, как искусственный интеллект или всемирный разум. Так это отсутствие разума у самих людей, сами составители всех этих вещей друг с другом так и не договорятся. То есть, собственно говоря, что мешает возникновению единого правительства, это примерно, по-моему, биологическая особенность людей в неспособности друг с другом договориться. Потому что для этого должно быть много людей, которые контролируют земной шар. Не один человек, один человек это сделать не сможет. Это ровно из той же оперы, почему не верна теория 300 семей, которые правят вот этим миром, то ли масоны, то ли какое-то тайное общество. Ответ очень простой, потому что на протяжении такого количества веков, да, человек не живет столько времени. Если бы человек такой, каждый из представителей этих 300 семей жил бы там 600 лет или 1000 лет, это возможно. Теория 300 семей. А почему она невозможна? Потому что вот биологическая жизнь, да, значит, они рождают сыновей, внуков и так далее. Все знают то, что у выдающихся людей дети дебилы. Как правило, рождаются, да. Ну, я типичный пример. У меня выдающийся отец. Я немножко вот кретиноват, да, в каких-то вещах. Ну, не в каких-то практически во всех, по его мнению. Поэтому тут все то же самое. Теория 300 семей невозможна по биологическим причинам. Ваш сын не унаследует, если вы во вселенной мира, ваш сын не унаследует эти навыки. Ну, или праправнук точно.